Сплав грации, скорости и изящества. Именно такую картину представляли собой открытые республиканские соревнования по трейборью, которые прошли в Могилевском центре Олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью. Своё мастерство и навыки демонстрировали участники из Могилёва, а также из Республиканского центра олимпийской подготовки и Минского областного центра. Этот старт был проведён в рамках подготовки к международным соревнованиям, которые будут проходить в Польше в городе Сопоте. Конная трейборья состоит из трёх видов. В первый день это манежная езда. Всадники показывают своё умение управлять лошадью на различных аллюрах, на шагу, рыси и галопе. Делают элементы, за это судьи ставят им баллы, от этого считаются штрафные очки. Следующий день проходят полевые испытания, это то, что вы видите сейчас. Барьеры не сбиваются, они различные уровни сложности, всадник должен в определённый норматив времени пройти без штрафных очков. На третий день проходит конкурс, где смотрится восстанавливаемость лошади. Жерди сбиваются, за них также начисляются штрафные очки в случае ошибки. Но сегодняшние соревнования проходят немножко по другой программе. И манежная езда и конкурс были вчера, а кросс оставили на последний финальный день. Этот зрелищный спорт королей привлекает немало внимания во многих странах мира. Однако в Беларуси общественности о нём пока мало известно. Приверженцы конного вида спорта рассчитывают, что к нему будет обращено больше внимания, ведь возможности для его развития в нашей стране огромные. Ещё раз повторю, что у нас созданы большие условия. Мы, может быть, единственная страна в мире, где конный спорт поддерживается государством, школы. Любой желающий может заниматься этим бесплатно, если он попадает под возрастные рамки, там в 10-12 лет набирают детей. Так в мире нет. Чтобы заниматься конным спортом, ты должен купить себе лошадь, купить себе тренера, где-то её содержать. А у нас для этого созданы оптимальные условия. И хотелось бы, чтобы просто больше о нём знали и больше детей привлекали сюда. В Могилёвском конном манеже рады видеть всех – и участников, и новых наездников, и зрителей. На свои мероприятия они приглашают также и людей с ограниченными возможностями, ведь давно известна большая польза ипотерапии. Следующие соревнования пройдут в конном манеже с 5 по 7 апреля. Участники посоревнуются в такой дисциплине, как конкур. Анастасия Томышева, Леонид Сикорин, 2 канал.